Торжественное перерезание ленточки – долгожданный момент. Этот двор дома номер 80 по улице Маяковского попал в программу формирования комфортной городской среды. За два с половиной месяца территория преобразилась. Новая спортивная площадка с тренажерами, игровая площадка и зона отдыха. Здесь установили скамейки и урны. Сделали озеленение. Мои ощущения шикарны. Я с внучкой пришла, прям, и у нас глаза у обоих горят буквально. В Анапе очень, кстати, хорошее состояние. Город, так скажем, именно для детей. Много новых площадок. Вот, например, откуда мы приехали, мы сами не местные, из Ульяновска, да, там очень и очень плохо все с этим. Благодарности и почетные грамоты всем тем, кто помогал в реализации этого проекта. Общественники и просто неравнодушные жители принимали участие в проектировании, а потом контролировали сам ход работ. Но основная нагрузка легла на работников городского управления жилищно-коммунального хозяйства. У нас были моменты сложности с каждым двором. Он получался у нас как бы индивидуальный. Где-то мы даже уже за свой счет что-то делали, добавляли тротуары, дороги. В этом году в Анапе прошло беспрецедентное по своим объемам благоустройство дворов. В рамках реализации федеральной программы привели в порядок более 40 тысяч квадратных метров. Сделать Анапу комфортной для отдыхающих и уютной для жителей задача, поставленная главой курорта. И уже сегодня видны результаты ее выполнения. Конечно, нам хотелось поблагодарить и строителей, и людей, которые принимали в этом участие. Конечно, главу города, который на контроле держал это все. В этот день во дворе по улице Маяковского торжественное открытие превратилось в большой веселый праздник. Для детей была организована развлекательная программа. Ребята вместе со взрослыми водили хороводы, пели песни и читали стихи. А в завершении праздника каждый маленький житель получил от Деда Мороза сладкий подарок. Никита Бойко, Руслан Душевский. Анапа. Регион.